Как вы могли догадаться из названия, в этом видео я постараюсь ответить на самые популярные вопросы, которые появляются у вас в процессе подготовки и подачи документов на визу для воссоединения семьи в США. Смотрите видео до конца. Возможно, сейчас я дам ответ на тот вопрос, который интересует именно вас. Нужно ли подавать отдельную петицию на несовершеннолетних детей, если они переезжают вместе со мной? Давайте разберемся с этим очень внимательно, так как именно с такой ситуацией я сталкиваюсь особо часто в практике в последнее время. Разделим воссоединение семьи на две группы. Воссоединение с партнером, который проживает на территории США, и другими родственниками. Когда петицию на вас подает супруг на детей от предыдущего брака, например, обязательно нужно подавать отдельную петицию. Запомните это и передайте своему партнеру, а еще лучше дайте ему посмотреть это видео и прочитать информацию по ссылке, которую я оставлю в описании. В таких ситуациях ребенок после заключения вами брака получает статус пасынка или пачерицы, то есть прямого члена семьи гражданина США. Поэтому и петицию нужно подавать на него отдельно, как на собственного близкого родственника. Я очень часто сталкиваюсь с такими ситуациями, когда супруг подает только одну петицию на жену, а после ее одобрения оказывается, что детей туда автоматически не добавили. Поверьте, никакие письма в USCIS или NVC не помогут, так как есть закон и все четко описано на сайтах при подаче формы. Поэтому все, что нужно будет вам делать в такой ситуации, подавать петицию на ребенка, что также займет время, ведь сроки рассмотрения никто не отменял, а рассмотрят ли вашу вторую петицию быстрее, гарантии нет. Поэтому моя рекомендация, подавайте сразу все необходимые петиции, чтобы потом не переживать и быть уверенным, что все будет как нужно. И да, за каждую петицию нужно будет оплачивать 535 долларов за ее рассмотрение. Если же вы относитесь к другой категории родственников, например, вы соединяетесь с родителями, проживающими в США, все немного проще. Петицию можно подать только на прямого родственника, поэтому родители подают только одну петицию именно на ваше имя. Если у вас есть супруг или супруга или несовершеннолетние дети, то после одобрения петиции они автоматически получают право на получение визы вместе с вами. То есть отдельно подавать петицию на них не нужно. Обязательно ли подавать финансовые документы спонсора на этапе подачи петиции? Этих документов официально нет в списке тех, которые нужно обязательно подать вместе с петицией. Но я рекомендую приложить хотя бы последний налоговый отчет спонсора вместе со всеми документами. Это поможет офицеру убедиться в том, что ваш спонсор соответствует требованиям по воссоединению и убережет вас от дополнительных запросов. Если вы уже подали петицию и не приложили спонсорскую форму, либо же налоговые ведомости, не переживайте. Если ваша петиция будет одобрена, вам нужно будет предоставить эти документы на следующем этапе, этапе получения визы. Ведь помимо заполненной анкеты, вам нужно будет подгрузить онлайн ваши документы и документы спонсора. Нужно ли подавая петицию предоставлять документы, подтверждающие отношения, или это нужно делать уже в посольстве на собеседование? Да, нужно. Это один из самых важных критериев принятия решения по петиции для воссоединения семьи, особенно если вы воссоединяетесь с мужем или женой. Вы должны доказать, что у вас есть не просто свидетельство о браке, но что и ваши отношения действительно реальны. Для этого существует очень много разных документов, начиная от переписки и совместных фото, заканчивая письмами ваших друзей или же родственников, подтверждающих ваши отношения. Не ленитесь, уделите этому пакету документов особое внимание, ведь чаще всего дополнительные запросы приходят именно по этому пункту вашего пакета документов. Что делать, если у моего спонсора недостаточно дохода? Если вы не знаете, какую сумму дохода должен подтвердить спонсор, оставляю вам ссылку в описании с указанием количества необходимых денежных средств, которые зависят от количества членов семьи. Если же у вашего спонсора не хватает доходов, вы можете добавить к своему кейсу ко-спонсора, то есть дополнительное лицо, которое возьмет на себя ответственность перед государством и обязанности за вас, как за иммигранта. Дополнительный спонсор также должен будет заполнить спонсорскую форму и предоставить последний налоговый отчет, чтобы подтвердить свои доходы. Чаще всего такими ко-спонсорами выступают родственники как бенефициария, то есть ваши, если они проживают в США, так и петиционера, например, родители, братья или сестры, дети. Петиция одобрена, анкета заполнена и документы отправлены в НВС. Как мне назначить собеседование? Собеседование по иммиграционным визам назначает только посольство. Если прошло больше 6-8 недель после подтверждения документов из НВС, вам нужно в срочном порядке написать письмо в посольство с уточнением, получило ли посольство ваш кейс и могут ли вам назначить дату интервью. Обязательно указывайте в письме номер вашего кейса, ваши личные данные и можете приложить подтверждение одобрения петиции или же письмо из НВС о том, что документы были рассмотрены и переданы в посольство, где обязательно должна фигурировать дата, когда вы это письмо получили. Могу ли я поменять страну, где я хочу проходить собеседование? Да, конечно, можете. В первую очередь, если вы сможете подтвердить, что проживаете в этой стране невременно. Например, имеете рабочую визу, разрешение на работу, либо же вид на жительство. Также можно перенести собеседование в страну вашего гражданства. Для этого вам нужно будет написать запрос в НВС и подгрузить к запросу документы, подтверждающие ваше гражданство, либо же статус. В этом году особенно актуальным был перенос собеседований из-за того, что человек не мог попасть в посольство, так как границы страны, где оно находится, были закрыты на въезд для иностранных туристов. В таких ситуациях вам или петиционеру нужно лично вести переписку как с НВС, так и с посольством, объяснять ситуацию и попросить перенести встречу в ту страну, куда вы сможете сейчас въехать. Как долго ждать визу после собеседования и что делать с желтым пакетом? Обычно после того, как вам скажут, что ваша виза одобрена, офицер озвучивает, что необходимо до двух недель для вклейки визы и подготовки пакета. Так действительно было раньше, когда иммиграционный пакет выдавался сразу же с визой и вам нужно было предоставить его на границе. Сейчас же в большинстве случаев все необходимые документы уже передаются пограничному офицеру в электронном виде. Поэтому сейчас эта процедура может занимать ориентировочно до пяти рабочих дней. Вы получите паспорт с иммиграционной визой и два листа с инструкциями. Один лист информационного характера, в котором вы получите расшифровку вашей визы и ответы на самые популярные вопросы. Например, что происходит по прилету в США или же как получить гражданство. Второй лист содержит информацию касательно оплаты иммиграционного сбора за обработку вашего иммиграционного пакета и выдачу вам грин-карты. Сумма сбора 220 долларов. Этот сбор желательно оплатить до вашего въезда в США. Если же у вас нет такой возможности, то вы сможете сделать это по прилету. Я надеюсь, что вы нашли ответы на все свои вопросы и уже начинаете ли в процессе вашей иммиграции в США. Внимательно читайте все инструкции. А если вы не нашли в них описание решения для вашей ситуации, обратитесь к иммиграционному юристу по США, который поможет вам во всем разобраться и даст рекомендации, которые уберегут вас от траты времени и финансов. Помните, что иммиграция очень серьезный процесс и ошибка на каждом из этапов может привести к негативному результату в финале. Ставьте лайк, если это видео было для вас полезным. Подпишитесь на наш канал прямо сейчас, чтобы не пропустить новые видео о визах и иммиграции в США. Продолжение следует...